Здарова, ребят! Ну что, очередной ролик про Ханнивуд, и это будет ролик по-настоящему, ребят, интересный, потому что это очередные результаты по амбассадорской программе. Как вы знаете, если смотрите предыдущие ролики, а возможно ничего не знаете, потому что смотрите их в первый раз, то спешу похвастаться, друзья, что я занял четвертую позицию в общем топе лидборда среди всех амбассадоров сентября. Да, ребят, и это, конечно же, не может меня не радовать, потому что мне насыпали довольно-таки много меда, 11 тысяч долбанного меда, и сегодня, сегодня мы с вами его потратим, в прямом эфире прямо с вами буду покупать всякую дичандру на этот мед. Почему прямо сейчас, почему, Станислав, ты не будешь это холдить? Объясняю. Потому что, ребят, IDO перенесли, да, многие проекты сейчас переносят IDO, это связано и с тем, что происходит на рынке, это связано, короче, с кучей разных вещей. Ну и, возможно, проект хочет выйти в более интересном свете, ну и в худшем случае, как некоторые плохие проекты делают, хотят просто слить нахрен всех. Но мы убеждены, что с Ханнивуд такого не будет, поэтому мы потратим этот мед, залезем снова в топчик, отобьем весь мед, который потратили, мы закупим новых пчел, посадим новые деревья, и, как вы знаете, чтобы попасть в Golden Big Lab, вам нужно тысяча шишечек. Тысяча шишечек, легко, у меня уже два дерева, два дерева это 300 шишечек, отнимаем, получаем, хоп, у меня будет даже тысяча пятьдесят шишечек. Для этого мне надо докупить несколько деревьев, мы деревья сейчас с вами докупим, пчел докупим. Ну ладно, 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 окей, может быть я забежал немного наперед, и мы станем членами Golden Big Club'а буквально через несколько недель. Потому что, возможно, сейчас будет логичным вложить как можно больше бабла в пчел, вытащить, соответственно, потом как можно больше меда, и, соответственно, быстрее купить новое деревце, друзья. Но, как минимум, сегодня мы докупим с вами еще два дерева, для того, чтобы мы залутали с вами все деревья в маркетплейсе, просто тупо для красоты, а почему бы и нет. Освободим еще немного земельки для наших будущих построек, короче, долго говорю, давайте приступать. Ребятушки, ну что, смотрите, сколько у меня меда, смотрите, ребятушки, одиннадцать косарей меда. Ребят, и первым делом давайте засаживать деревья, потому что деревья это именно фишка проекта Honeywood. Каждое посаженное наше дерево в игре, это настоящее посаженное дерево в природе. Ребята спасают природу, ребята спасают экологию, поэтому давайте же зайдем и посмотрим, какие деревья мы еще не садили. Итак, друзья, и наш фаворит будет, давайте вот эту вот штучку купим. Да, смотрите, не было у нас еще такого дерева, давайте посадим его здесь. Так, подождите, нам нужно опрувнуть, тут же, смотрите, у меня подключен кошелек Киплер. Ребятушки, кто не видел, как подключать кошелек Киплер, пожалуйста, ссылочка вот здесь вот. Смотрим инструкцию и учимся. Так, следующее дерево, ребята, давайте купим вот такое дерево. И давайте поставим его вот здесь, наверное, да. Отлично, строим, строим, строим. Ну что, мед улетает, ребятушки, но нас это не останавливает, потому что у нас с вами есть план. Да, у нас с вами есть план по распределению добычи меда, друзья. А заключается этот план в том, что есть сейчас у меня такая проблема. Вот мои пчелки собирают, ну давайте для удобства счета, скажем, 3 меда в час. Резервуар моего улья 20 единиц. Как бы я вот выключаю компьютер, собираю мед последний раз и иду спать. Давайте посчитаем, сколько меда я теряю каждый день, если я сплю в среднем 8 часов. И, конечно же, помимо того, чтобы побежать и срочно открыть ханнивуд и собрать мед, я, собственно говоря, еще занимаюсь какими-то делами. Завтракаю и так далее. Короче, ребят, порядка 4 часов добычи меда я теряю ежедневно, друзья. А, казалось бы, немного, а в пересчете на месяц дофига получается. Поэтому сейчас мы соберем медочек. Давайте его соберем. И мы с вами теперь купим пчелочек. Пчелки, пчелки, пчелки. И, ребят, на самом деле, тут разница вроде небольшая. Давайте купим вот эту жирную пчелу. Вот, посадим ее вот сюда вот. Отлично. Добро пожаловать. Так, смотрите. Вот наша пчелка появилась. Огонь. Да, это занимает время, ребят. Ну, у нас же все в прямом эфире. Поэтому не проматывайте, кто вам еще в прямом эфире покажет, как он мед тратит. Давайте еще одну такую же красотку возьмем и сюда ее посадим. Так, и осталось у нас три тысячи. Три тысячи, друзья. Как потратить три тысячи? Как потратить три тысячи? Давайте поразмышляем. Так, ровно три тысячи, да? Есть варик. Сейчас ничего не трогать. И просто потом купить какую-нибудь... Так, давайте посчитаем реально, пацаны. Получается. Это я буду уже лутать по 40 меда раз в три часа. А активен я за компом где-то часов 15. Значит, 15 разделить на 3. Это 5 сборов. 5 на 40. Это 200 меда. 200 меда в день. То есть, по идее, даже если я сейчас лутану вот так, то я смогу быстро отбить. Все равно много тратить не хочется. А это уже нарушает дисбаланс. Так, ребята. А нам нужен с вами баланс. Баланс по добыче меда. Как нам его достигнуть? Хрен его знает. Так, давайте, короче, делаем так. Я покупаю еще одну злую пчелу. Хер бы с ней. Покупаем злую пчелку. А что она злая-то, кстати? Не знаю. Она с жалом, наверное, поэтому злая такая. Так, и давайте на оставшуюся монетку освободим земели. Да. Так, друзья. Па-бам! Захват земли, ребята. Отлично. Ну что, я думаю, внешний вид довольно неплохой. Итак, что мы имеем здесь? Здесь мы имеем 2,9 меда в час. По-прежнему 4 пчелки нам дают. Здесь у нас 3 агрессивные просто пчелы дают нам 3,7. 3,7 в час. Как бы нам это, друзья, все забалансить? Как бы нам это забалансить? Давайте сделаем вот так. Так, ребят, давайте уберу пчелу сейчас. Господи, я надеюсь, я ее не просто уберу сейчас на вечность, я ее просто, типа, для пересадки. Не более того. Ну же. Значит, что у меня в эрхаусе? А, отлично. Все хорошо. В эрхаусе появилась пчелка. Посадим мы ее вот сюда. Так. И теперь вот эту красотку отсадим от этой банды. И подсадим ее к вот этим ребятам. Давайте. Какие долгие транзакции, друзья. Да. Ну что ж, надо ждать, надо ждать. Так, и что у нас получилось? Математик Станислав. 3,5 меда добывают здесь. И 3,2 минуты. Слушайте, уравнял, пацаны, уравнял как мог. Старался максимально. Так, ну и давайте застейкаем наш мед, что ли. Влупим еще в стейтинг 300 шишечек. Угу. Отлично. Медок собрался. Шишечки застейкались. Вот так вот расширилась солидно наша ферма. Это прям уже выглядит как что-то интересненькое. Кстати говоря, увеличилась у нас и продуктивность по добыче меда. Давайте дальше на все на это смотреть. Давайте смотреть, как у нас будет это дело развиваться. И давайте посмотрим, как я это автоматизирую. Кстати, ребят, если вы хотите поднять вопрос разработки официального бота для Honeywood, при этом сделать так, чтобы данный бот был доступен нам для сбора меда, я имею ввиду. Дайте мне знать. Я обязательно вынесу эту информацию в сообщество. И мы обсудим с ребятами, как только я попаду в Golden Bee Club. А если вы хотите, чтобы я попал туда быстрее, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, продвигайте это видео. Так, друзья, ну что, ферма получилась очень красивой. Мы практиковали с вами пересадку пчел. Мы с вами сделали многое. Да, мы молодцы. Мы молодцы, ребят. Ну что, расхитители меда. Вот так вот мы потратили наш медок. Да, я думаю, что довольно-таки разумно. Ну, кто-то сейчас поспорит. Давайте, ребят, вы спорьте со мной сколько угодно. Я с удовольствием. Мне нужны и лайки, и дизлайки. Короче, ваше внимание, друзья мои. Ну, а проявить внимание можно своим лайкосиком, подписочкой и комментарием. Я вот даже вторую камеру поставил и пробую делать теперь новый формат монтажа. Ребят, если вам такой форматик нравится, напишите мне об этом тоже в комментариях. Улучшаю видосы для вас. Ночами не сплю. Сбил себе режим. Все ради вас, мои дорогие подписчики. На протяжении 7 дней последних, кстати говоря, мы держим четкую позицию. Один новый подписчик в день. Да, каждый день на наш ютубчик подписывается один новый человечек. На протяжении уже 8 дней. Ребят, ну, я считаю, это какой-никакой показатель. Да, канал-то у меня небольшой, но, как минимум, людям становится интересно. И вы, друзья, делитесь этим каналом со своими друзьями. Может, кому-то еще будет интересно. Ну, а если у вас есть крутые идеи для роликов, которые я здесь выпускаю, вы умеете монтировать, или там вы тоже амбассадор, и, в общем, вы ищете варианты сотрудничества, то добро пожаловать. Давайте спишемся, созвонимся в дискорде, сделаем стрим, и мы из этого еще видосик с вами запилим о том, как мы набираем команду в наше крипто-комьюнити. А чтобы, ребят, не пропускать анонсы, видосы, подписывайтесь на нас в соцсетях, желательно особенное внимание уделить телеграм-каналу, но, если не хотите, пожалуйста, переходим по ссылочке на линк 3 в описании, там все мои соцсети, welcome, подписывайтесь куда угодно и следите за нами везде. А еще лучше ныряйте по ссылочке в линк 3, открывайте все в новых кладочках и везде нажимайте подписочку. Да, этим вы реально поможете. Ребят, на этом у меня все, пока. Субтитры подогнал «Симон»